Очередной сюжет называется «Депутат Домогацкий». На самом деле фамилия депутата Слуцкий, имя Леонид. Говорили мы уже о том, что депутат Госдумы от Либеральной Демократической Партии, это такой настоящий заповедник животных, мы к ним еще вернемся попозже, домогался как минимум трех девушек-журналисток. Они некоторые спустя год, некоторые спустя аж четыре года в этом деле признались, сказали, что были случаи секшуал харассмента со всяческими как вербальными приставаниями, так и непосредственными всякими лапаниями, обжимочками, попытками поцеловать, увезти в интимное местечко или какое-нибудь там еще. Что нового произошло в этой ситуации? Произошло нового то, что засела на целый час комиссия Государственной Думы по этике для разбора поведения депутата Слуцкого. Тут, кстати, надо еще сказать, что депутат Слуцкий, он не просто так себе депутатишка. Во-первых, он уже давно в этой Госдуме сидит. Во-вторых, он председатель комитета по международным делам Государственной Думы. Ну вот, вызвали трех журналисток и стали им задавать вопросы, в конце сделали заключение. Читал я стенограмму этого самого заседания, в общем-то она имеется в открытом доступе. Довольно тяжелое впечатление она производит. С одной стороны, полный идиотизм, непрофессиональность, косноязычность самих, собственно, народных избранников, депутатов Госдумы. То есть такое ощущение, что это стенограмма товарищеского суда в каком-то ЖЭКе, в каком-то райцентре, где обсуждаются дела, значит, алкоголика дяди Васи, который побил жену тетю Лену, ну и, соответственно, виноват он или нет. К сожалению, довольно жалкое впечатление оставили и показания журналисток. Потому что, ну, явно они пришли туда неподготовленными. То есть, скажем, спрашивают у журналистки BBC, которая утверждала, что у нее имеются аудиозаписи всех этих представаний. А где ваши аудиозаписи? А давайте мы их послушаем. Очень очевидно, что если бы эти аудиозаписи они послушали бы, узнали бы там голосок депутата Слуцкого, который говорит, ну-ка, зайчишечка, отдай-ка, я там тебе просуну там что-то куда-то. Естественно, это произвело бы сильные впечатления. Но, к сожалению, девушка Фарида, по-моему, ее зовут с BBC, сказала, что у нее этих записей нет, что они находятся у адвокатов. На каком-то там исследовании. То есть, можно подумать, что нельзя было сделать копии этих записей хотя бы и принести их в Госдуму. В общем, короче говоря, закончилось это ничем. То есть, закончилось это тем, что члены комитета по этике единогласно решили, что это, на самом деле, спланированная кампания против депутата Слуцкого, что он не виноват. Виноваты эти сами девушки. Слава богу, еще не сказали, что виноваты они в том, что кто-то из них надел мини-юбку. А виноваты в том, что провели спланированную кампанию против депутата. И все. И пошли нафиг. Ну, это довольно скучно и довольно предсказуемо. Тем более, что все как бы инсайдеры знают, что Слуцкий это приятель и, как говорится, ставленник спикера Думы Володина. И что Володин, как там его зовут, я уже не помню, Вячеслав, по-моему, что он своего ставленника никак в обиду не даст. Но история все-таки получила некоторое продолжение. Такое, ну, довольно симпатичное, на мой взгляд. А именно, порядка 20 или даже 30 российских средств массовой информации устроили по этому случаю бойкот. То есть, некоторые сказали, что вообще отзывают всех своих корреспондентов из Государственной Думы. Другие сказали, что они конкретно не будут общаться с Леонидом Слуцким, делать из него ньюзмейкера, а также не будут общаться с Комитетом по этике. Ну, в общем, бойкот со стороны СМИ. Думаю, что, в общем-то, этот бойкот не особо жесток и эффективен. Почему? Потому что вот эти масс-медиа, которые его объявили, это все сплошь такие вот либеральные, демократические, не слишком в большинстве своем известные и популярные. И, в общем, то есть, это те средства массовой информации, до которых Госдуме, как мне кажется, особого дела нет. То есть, это не федеральные телеканалы, это не газета «Комсомольская правда» или там что-то там еще. В общем, невелика потеря, я так думаю, решили депутаты Госдумы. Тем более, что и ничего хорошего о Госдуме эти средства массовой информации отродясь не говорили и не писали. В общем, нет, думаю, что это сильно изменит медийную обстановку в России и вокруг Госдумы. Тем не менее, вот этот прецедент журналистской солидарности, мне кажется, очень и очень симпатичен. Потому что уж чего-чего, а солидарности нам в стране не хватает страшно. Что вообще можно делать в этой ситуации? Мне кажется, что самое эффективное, учитывая то, что ничего Госдума со Слуцким не сделает, никто у него мандат не отзовет и так далее. Главное, это действовать, по-моему, на репутационном уровне. И использовать конкретно то, что он начальник комитета по международным делам. За границей, особенно в странах Запада, к сексуальным домогательствам, к этому самому харассменту относятся гораздо более серьезно и гораздо более трепетно, чем в России. И если на Западе будет известно, что вот этот вот самый главный по иностранным делам парламентарий Слуцкий, скажем, собирается к ним в Брюссель, или в Вашингтон, или в Лондон, или куда-нибудь еще, вот я думаю, что там ему точно хорошей жизни не будет. А, скорее всего, его могут туда и вообще не пустить. И будет таким образом Слуцкий в своих международных вояжах двигаться по маршруту бывший СССР, Иран, Белоруссия, Северная Корея, что, в общем-то, вряд ли ему сильно понравится. Ну, хоть так. И к этому сюжету у нас, опять же, крошечный постскриптум. И заключается он в том, что лидера либерально-демократической партии, той самой, которая вовлекла в свои ряды плейбоя, извините, бабника Слуцкого, лидер этой партии Владимир Вольфович Жириновский, тоже наконец-то, наконец-то и до него дошли обвинения в сексуальных домогательствах. Причем, что, в общем-то, совершенно не секрет, заявление поступило со стороны особи мужского пола, корреспондента телеканала «Настоящее время» Рената Давред-Кильдеева. По-моему, я его даже немножко лично знал. Тут, в общем-то, ничего удивительного нет. Вы, конечно, ребята такие, может быть, и несведущие, знаете в основном о том, что говорят по радиотелевидению, пишут в газетах. Но могу вам сказать, что я, скажем, еще лет 20 тому назад слышал всевозможные смачнейшие истории про то, как Владимир Вольфович Жириновский любит мальчиков и какие они там устраивают оргии в банях. В частности, вот именно о банях слышал. Вот этот Ренат сказал, что его там вовлекали как раз в это самое банно-прачечное заведение. Вот, в общем, любят они бани с мальчиками. Ну, что в этих банях происходит, я не знаю. Думаю, они там друг друга жестоко намыливают. Скорее всего, если эту историю не замолчат и не затопчут самым бесцеремонным образом, думаю, что, в общем-то, это означает фактическое завершение политической карьеры Владимира Вольфовича Жириновского. Отчего на российском, как это называется, политическом олимпе, конечно, станет чуточку скучнее, но вонять будет значительно меньше.